Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2571. Не пришло ли, на ваш взгляд, время прокомментировать или откорректировать тезы святого Владимира о том, что, цитата, «Руси есть веселье пити?» Отвечает Патриарх Алексей II. Несомненно, сегодня наша страна страдает от алкоголизма, и наркомания едва ли не сильнее, чем когда-либо. Однако причиной этого, на мой взгляд, не является, так сказать, изначальная склонность к пьянству. Святой и равноапостольный князь Владимир никогда не призывал упиваться. Как правило, люди становятся пленниками алкогольного пристрастия из-за внутреннего опустошения. Обеспокоенные грехом совести и слабой воли, безответственного стремления трешиться от насущных проблем. Иными словами, распространение пьянства и наркомании находится в прямом зависимости от нравственного состояния общества. Церковь всегда стремилась противостоять этим разрушительным недугам. В частности, весьма успешной была деятельность церковных обществ трезвости, действующих в России во второй половине 19-го, начале 20-го столетия. К сожалению, после 1917 года социальная деятельность церкви была запрещена, и традиция христианской борьбы с пьянством практически прервалась. Однако, накопленный тогда опыт становится полезным сегодня, когда от решения проблем алкоголизма и наркомании напрямую зависит будущее страны. «Многие священники активно занимаются помощью наркоманам и алкоголикам, создаются церковные реабилитационные центры, братство и сестричество. Эта деятельность будет еще более плодотворна, если государство и общество будут оказывать ей адресную поддержку». Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. «Ни слова о том, что в России ни в царское, ни в свободное от царского режима не стояла задача видеть человека как личность перед Христом. Человек же без Христа, пусть даже хороший, интеллигентный, он все равно раб греха». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34-36 стихи. «Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Итак, если Сына совладит вас, то истинно свободны будете». Второе послание апостола Петра, 2 глава, 19 стих. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Конец цитаты. «Посему патриарх говорит слова пустые и ложные, он обманывает людей красноречием». Послание апостола Якова, 1 глава, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Конец цитаты. «Свобода во Христе дается только тем, кто принял Христа как лично своего Искупителя и лично сам примирился с Ним, уверовал в жертву Христа всем сердцем, лично сам отдался Ему, лично сам призвал к себе на вечерю любви Иисуса». Евангелие от Луки, 19 глава, 9 стих. «Иисус сказал ему, ныне пришло время спасения дому сему, потому что и он сын Авраама». Конец цитаты. «Есть два пути избавиться от винопития – сухой закон по-мусульмански или жить во Христе на полном серьезе, не по преданиям, традициями, корням, а по возрожденной природе, приводительстве духом святым». Книга пророка Исаии, 30 глава, 22 стих. «Тогда вы будете считать скверную оклад идолов из серебра твоего и оклад из туканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им – прочь отсюда!» Конец цитаты. Владимир не был христианином евангельским, а так и вошел в историю со своим языческим именем, а как крещеный Василий совершенно народу неизвестен. Он не был даже дня на апостольской стезе, а его возвели безрассудно в равноапостольские ряды, когда он и шага не сделал с апостолами. Будут пить и запиваться по-старообрядчески, потому что в душе нет Христа и Евангелия. И от этой вот пустоты, какую насаждает сам патриарх, и захлебнуться на Руси, пока на эту землю не придет трезвое магометанство. Книга пророка Иеремии, 46 глава, 16 стих. «Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили – вставай и возвратимся к народу, нашему, в родную нашу землю от губительного меча». Книга пророка Исаии, 28 глава, 7 стих. «Он пред нами обличение помыслов наших». «Он умножил падающих, даже падающих, даже падающих, даже падающих, даже падающих».